Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы «Республика» о главных новостях в Чувашии прямо сейчас. На утро 14 апреля в Чувашии 66 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два пациента выздоровели. Среди 15 лиц, выявленных вчера, 10 пациентов и один сотрудник второй городской больницы, выявленный в ходе тестирования после перевода медорганизации в режим обсерватора. Положительный результат на новую коронавирусную инфекцию подтвердился у двух контактных лиц и одного приезжего из Яльчикского района. Еще один гражданин выявлен в ходе тестирования лиц старшего возраста, он житель Чебоксар. Возраст пациентов от 35 до 86 лет. О состоянии зараженных сообщим дополнительно. В условиях пандемии правительство страны продолжает поддерживать медиков, работающих в непростых условиях. Напомним, Республике уже было выделено 48 миллионов рублей для поддержки врачей. И, как стало известно, готовится второй денежный транш – почти 79 миллионов рублей. Он уйдет от оплаты за особые условия труда, дополнительную нагрузку тем, кто оказывает медпомощь, находится в зоне риска или уже был заражен инфекцией. В это непростое время взаимопомощь важна как никогда. Стать волонтером может каждый из вас. Пройдите по ссылке местикап.ру, нажмите на кнопку «Стать волонтером» и следуйте инструкции. Не помешает и помощь коммерческих организаций. Пройдя по этой же ссылке, нужно выбрать кнопку «Мы – организация» и также следовать инструкции. Добровольцы Федерации бокса начали доставлять маски и антисептики пенсионерам, многодетным и малоимущим семьям. Почти 20 заявок от жителей Чувашии поступили на круглосуточную телефонную линию, организованную Федерацией бокса России. Новый Чебоксарск. Здесь. Отлично. Значит, Маргауш, Чебоксарский район, так понимаю, так? Так, Цивиз, Канашский район. В рядах волонтеров Чувашии спортсмены и тренеры региональной Федерации бокса. Они развезут средства дезинфекции и маски по Чебоксарам и районам республики. При необходимости добровольцы помогают в доставке продуктов и предметов первой необходимости. Для ветеранов бокса собрали продуктовые наборы с крупами, сахаром, подсолнечным маслом и чаем. Мне поручили доехать в Мариинский посад к нашему заслуженному тренеру России, ветерану бокса Василевскому Андрею Михайловичу. Вот передали, значит, продуктовый пакет. Ну, в общем-то, все необходимое, да? И маски, и средства для обработки помещений. Продукты волонтеры доставляют до двери, предварительно предупредив получателя. Бесконтактный способ обезопасит ветеранов. Сами спортсмены, они люди волевые, и они никого не просят о помощи, рассчитывают только на себя, в том числе и ветерана. И обязательно нужно им помогать, поддерживать. Ну и параллельно, значит, поддерживать тех, ну, кому на самом деле в данный момент это нужно. Многодетные семьи, вот инвалиды, вот в тех заявках, которые пришли со Федерации бокса России, там прям так указано, инвалид, двое детей, там еще что-то, или ребенок инвалид. Обязательно этим людям надо помогать, потому что им и так по жизни непросто, а в данной ситуации еще сложнее. Горячая линия Федерации бокса принимает звонки круглосуточно. За две недели на нее поступило более 20 тысяч обращений. Ирина Волкова, Юрий Марков, Республика. Все депутаты Государственного совета Чувашии сдали профилактические тесты на коронавирус. Такие меры предпринимаются в канун очередной сессии парламента республики. 39-я сессия Государственного совета, назначенная на 16 апреля, в этот раз пройдет в онлайн-режиме. В зал допустят только депутатов. Члены правительства и главы администрации подключатся к заседанию парламента по видеосвязи. То есть все вопросы, которые включены в повестки дня с участием наших руководителей органов исполнительной власти, они будут представлять в удаленной форме. На сессии Государственного совета будут приглашены только депутаты Государственного совета Чувашии. На сегодняшний день проект повестки дня сессии сформирован почти, но после утверждения уже на заседаниях комитетов, где-то примерно пока около 17 вопросов. На ближайшей сессии планировалось представление отчета Кабинета министров за прошедший год. Но вот именно исходя из той ситуации и формата организации работы, предлагается его перенести на более поздний период. Мы знаем, что и на уровне Российской Федерации соответствующее решение принято, потому что обсуждать достаточно важный момент в удаленном формате видеться не совсем корректным и правильным. В республике намерены создать единую археологическую карту. Такое поручение дал временно исполняющий обязанности главы республики Олег Николаев. Работа в этом направлении должна вестись системно. Работу необходимо провести в сжатые сроки. Вся информация об объектах историко-культурного значения должна быть систематизирована и размещена в открытом доступе. Кроме того, нужно внести ясность по утраченным объектам историко-культурного значения. Или их надо восстанавливать, или, если это нецелесообразно, поставить вопрос об исключении их из реестра. Это делается для того, чтобы не сдерживать развитие территорий. В будущую археологическую карту важно внести перспективные площадки для реализации инвестиционных проектов. Это главные новости к этому часу. Следующий специальный выпуск программы «Республика» в 13.00. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова